Здравствуйте, уважаемые любители и профессионалы шашечной игры. 6 марта на сайте Gambler состоялся ежемесячный турнир мастеров. Мне довелось в нем участвовать и я занял почетное седьмое место. То есть вначале проводится основной турнир, состоящий обычно из 9 туров. В каждом туре играются по 2 партии. 2 минуты плюс 2 секунды на ход дается каждому из соперников. То есть затем уже разыгрываются четвертьфиналы, полуфиналы и финал. То есть я играл, вышел в четвертьфинал и в четвертьфинале в упорной борьбе проиграл известному белорусскому гроссмейстеру Евгению Кондраченко. И вот сегодня я хочу вам показать первые 2 партии из этого матча с гроссмейстером Евгением Кондраченко. Кстати, одним из сильнейших, я считаю, гроссмейстеров именно в Блице. То есть он играет очень быстро и очень сильно. Первую партию белыми играл Евгений Кондраченко. Выпал следующий дебют. Вот такая выпала жеребьевка. Вход белых. Ну, естественно, лучше всего выбить шашку черных Д6. То есть БЦ3 играть как-то уже плохо, потому что позиция белых подвержена окружению. Поэтому лучше играть именно БА3. Разменялись АБ2. Ну, в этой позиции, наверное, лучший ход БЦ7 был за черных, но я пошел БА3. Евгений вышел правильно шашкой на Ц5. То есть нельзя позволять черным захватывать вот здесь инициативу на этом фланге. Надо тут же выходить. Все верно. Я напал лучший ход за белых в данной позиции ЖФ2. То есть был еще размен, но лучше играть ЖФ2. Это сильнейшее продолжение в этом варианте. Так, я пошел БЦ7 в этой позиции. Евгений ответил ЕД4. Также сильнейшим образом играет Евгений. Я пошел ЖФ6. Евгений разменялся. Так, белые пошли ДЕ3. Я пошел ЦБ6. Вот в этой позиции Евгений Кондраченко грубо ошибся. То есть, в принципе, у него были два полноценных продолжения. Либо играть ЕД2, либо АЖ3. Заставляя черных искать труднейшую ничью. То есть, после АЖ3 мне оставалось только меняться. Побили, 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 побили. У черных висит шашка, и белые пытаются ее выиграть. Единственный ход за черных ФЕ7. То есть, черные рассчитывают на комбинационные возможности создавшейся позиции. Белые играют ДЕ3. И черные отвечают ЖФ4. Единственный ход. Обратите внимание, в эту сторону бить нельзя. Так как черные выбивают шашку Ф2. И проводят ударчик с ничьей. То есть, так играть нельзя белым. Поэтому остается бить только в эту сторону. Но белые продолжают давление на позицию черных. Играют ЖФ4. У черных единственный ход ДЦ7. БЦ3. Опять единственный ход ЦД6. ЦБ4. ФЕ5. И тут лучше всего... Ну, белые могут и ФЖ3 играть. Но лучше всего, я считаю, играть именно ФЖ5. И в этой позиции у черных, опять-таки, единственная ничья есть. ЕД4. Побили, побили. Ж6. Белые грозят прорваться в дамки. Поэтому надо играть ЕФ6. ЕФ4. Вот в этой позиции опять у черных. Единственная ничья. ЦД4. Все остальные ходы проигрывают. Белые жертвуют шашку. И идут в дамки. В этой позиции опять единственный ход ведет к ничье. Все остальные проигрывают. Надо жертвовать шашку именно таким образом. И играть АЖ3. Ну, и после ЖФ8, ЖФ2. Побили на А3, допустим. Поставили дамку. На Е1. Обратите внимание, что у белых выигрыша нет. То есть, если они пойдут в дамки, то черные займут большую дорогу. То есть, надо занять большую дорогу сперва. Но тогда черные обрезают шашки белых по линии верхнего двойника. Позиция ничейная. Вот только такая ничья. В принципе, была за черных. Все остальные ходы проигрывали, если бы Евгений сыграл АЖ3. Не знаю, нашел бы я ее во время партии. Думаю, что нет. Скорее всего, Евгений бы победил. Так. Какие еще ходы были за Евгения интересные? Ну, ЕД2, в принципе, вело к тому же. То есть, у черных опять-таки, по сути, единственное продолжение, форсированное от ничей, и все остальное уже хуже. То есть, побили. Теперь обратите внимание, сюда бить нельзя, так как белые поставят рожон. Поэтому черные вынуждены бить именно в эту сторону. Ну, так закрываться бессмысленно из-за ЖФ4. Поэтому белая сыграет АЖ3. Ну, и все сведется вот к той же самой позиции. То есть, так-так. И это мы с вами уже видели, эту позицию. Ну, давайте посмотрим, что произошло в партии с Евгением Кондриченко дальше. Евгений, как я сказал уже, здесь ошибся, сыграл ЕФ4. И этот ход ведет к поражению. И довольно-таки красиво. Черная игра от БА5. Обратите внимание, что черные грозят провести либо комбинацию таким образом, то есть, если белые побьют в эту сторону, черные дадут сюда шашку, либо выиграть шашку. То есть, если белые играют БЦ3, то черные проводят комбинацию. А если же белые пытаются закрыться, то есть, не закрыться, построить колонку, то черные выигрывают шашку следующим образом. Нападают АБЦ4. Но меняться надо. И черные выигрывают шашку так называемым ударом по затылку. Белые не сдаются, пытаются отыграть шашку вот эту висячую АБЦ6. Но, естественно, после хода БЦ3 ничего не получится, поэтому Евгений решил провести здесь комбинацию. Вот таким образом. Но позиция, создавшаяся после проведения комбинации, конечно, выигранная за черных. Так называемая позиция Кириллова создается. Черные занимают первым ходом большую дорогу. Евгений сыграл на С5. Затем переводят шашку Ф8 на поле Ф6, чтобы контролировать большую дорогу. И затем партия могла последовать по следующему пути. То есть белые могли пойти на Б8. Мне бы пришлось вытеснять их с большой дороги. Это... Ой, с двойника. Эта позиция, обратите внимание, она выиграна при любой очереди хода. То есть, как бы белые не играли. То есть, если очередь хода черных, то они выигрывают вот таким образом. А если очередь хода белых, то пошли сюда, напали, надо уходить на тройник, заняли большую дорогу. И вот здесь белым лучше всего сыграть на поле Ф8. То есть, обратите внимание, в эту сторону, если играют черные, то белые нападают, надо отходить. И затем играют на поле Е7. Тут есть ловушка за белых. То есть, как играть? Сюда не пойдешь, потому что белые зайдут в люки, и позиция будет ничейной. По большой дороге ходить нельзя черным, так как белые отрежут шашки черных по двойнику, вот по этой линии, и позиция будет ничейной. Если же уходить с большой дороги, ну, естественно, тоже позиция ничейная. Поэтому есть только два хода. Либо ДЦ7 играть, либо ДЕ7. Можете поставить видео на паузу, попытаться найти выигрыш за черных. Ну, в этой позиции выигрыш достигается только следующим образом, если играть ДЦ7. То есть, и нападение, обратите внимание, сход с поля А5 нет из-за ловли дамки в петлю. Вот таким образом. То есть, а ход ЕД2 вел к ничей лишь. То есть, напали, надо отходить, и белые занимают поле Е7. И обратите внимание, как бы черные не играли, позиция ничейная. То есть, если черные отходят, то белые просто нападают, заставляют дамку встать на место опять. И опять, ну, так называемый вечный шаг, если, так скажем, взять этот термин из шахмат. Если черные уходят с линии верхнего двойника, то белые занимают верхний двойник, и отсюда их не выкурить. То есть, эта позиция тоже будет ничейная. А если черные играют АЖ3, то белые нападают на шашку, и затем отыгрывают одну шашку, и позиция становится ничейной. Ну, в партии с Евгением Кондорченко немножко по-другому. Так, была позиция. То есть, Евгений пошел на Е3. Так, прошу прощения. Такая позиция. Значит, еще раз. Вот такая позиция была. Евгений вот в этой позиции, вот в такой позиции сыграл на поле Д2. Здесь я мог вообще сразу же выиграть. То есть, дамка белых попадала в петлю, но я не увидел этого выигрыша. Уже был в цейтноте, не больше 10 секунд оставалось на партию. Я пошел ФЕ5. Ну, позиция, тем не менее, выиграна еще. Евгений напал. Я закрылся. Евгений отошел. Затем я пошел на поле Б2. Евгений пошел на поле Е3. И я уже смог перевести дамку назад. То есть, по большой дороге самое главное перевести дамку. Евгений пошел сюда. Я пошел сюда. То есть, не даю ему нападать сзади. Он, по-моему, тут отошел сюда. Я перевел дамку на Б2. Евгений напал. Я отошел. Евгений пошел на Ф8. Ну и обратите внимание, что шашки черных пошли в дамки. Эта позиция, конечно, выиграна. И Евгений сдался. Ну так мне удалось победить в первой партии одного из сильнейших гроссмейстеров я считаю мира. Особенно в Блице Евгения Кондриченко. Ну, конечно, так скажем, повезло. Будем объективно судить. Повезло. Во второй партии уже белыми играл я. Немножко по-другому стал играть. Ну, естественно, напал. Да, выбил шашку важную. С7. Сыграл АБ2. Евгений пошел БЦ7. Ну, что хотят черные? Если белые еще раз нападут, то после размена позиция белых становится подозрительной. Она подвержена окружению. Ну и возможен, допустим, следующий вариант ЖФ2 АБ6. Тут уже надо играть ДЕ5, так как кода ЖХ4 нету. ДЕ5. И обратите внимание, тут позиция белых становится очень плохой. Вот, единственное, ничья, ладно, покажу вариант. То есть, надо нападать, ЖХ4. Черная игра от ЕД6. Так, побили, 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 побили. Черная ставит рожна. Позиция белых ничья. Выглядит совсем плохой. Кажется, что проиграно. На самом деле, ничья еще есть. Так, так, также 7. Сюда белые грозят выиграть. Поэтому черным лучше всего меняться. Ну и в этой позиции, как ни странно, у белых находится ничья. То есть, если так играть, уже можно пожертвовать шашку. Позиция ничейная. А если меняться, после ЕД2 пошли сюда. Так, пошли сюда, сюда, сюда. Белые жертвуют шашку. Ну и эта позиция тоже ничейная. Ну и естественно, таким образом не хочется играть за белых. особенно с гроссмейстером хочется все-таки побороться как-то обострить позицию. То есть, я пошел АБ2, АБЦ7. Поэтому я напал БЦ3. Правильно. Загоняем черных на фланг. И уже тут надо выходить, Потому что если играть GF2, то черные захватят инициативу на этом фланге. И позиция белых будет подвержена окружению. В ДЦ5. Евгений напал. Здесь я также мог сыграть GF2. Наверное, сильнейший ход. Но я сыграл ЕД4. Желаю сыграть по-другому. Ну, не хочется играть одни и те же варианты. Я разменялся в центр. Евгений пошел GF6. Я пошел CB4. Обе стороны играют в принципе неплохо. Это тоже есть такой вариант. Евгений сыграл тут CD6. Я разменялся назад, но в принципе мог возникнуть следующий вариант. При разборе, при анализе партии я обнаружил красивый вариант. Белые могли сыграть и ДЦ3. И у черных есть только единственная ничья. Я считаю, что это сильнейший вариант за белых. То есть можно сыграть Fe5, можно сыграть FG7. Но можете остановить видео на паузу, попытаться найти ничью за черных. Скорее всего, конечно, это вам не удастся, так как она очень сложная. Ну, хочется, конечно, за черных сыграть FG7. Но в этом продолжении выигрывают, как ни странно, белые. Белые играют FG3. Меняться надо. Побили. Но обратите внимание, что в эту сторону бить нельзя, потому что белые просто захватят центр, раздавят черных. Эта позиция выигранная. Без вариантов, как говорится. То есть, как играть? Ну, приходится меняться в центр. Вроде бы кажется, что после удара B5 позиция черных ничейная. То есть, черные побьют в эту сторону, белые побьют в эту. Ну, и позиция закончится ничьей. На самом деле, это не так. Белые побеждают в этом варианте красиво. Побеждают, поэтому приведу весь вариант. Так, друзья, прошу прощения, камера упала, но ничего страшного. Так, черные разменялись на E5. И белые красиво выигрывают. Обратите внимание. То есть, белые играют B5 и бьют именно на поле C3. Теперь, как играть черным? Ну, если играть E6, то после хода E4 позиция проиграна. Белые отыграют шашку, поставят рожон. Тут бесполезно надеяться на ничью за черных, поэтому они жертвуют шашку. Белые бьют на поле C5. И обратите внимание, что позиция черных проиграна. Ну, то есть, допустим, HG7, CD4, GF6, Fe5. Как играть? Ну, FG5 уже бесполезно играть, потому что белые нападут, разменялись, напали, белые просто идут в дамки, черные вроде бы отыгрывают шашку, но после хода DC5 и AB6 выясняется, что черные никуда не успевают. Позиция проигранная. Поэтому как играть черным остается в этой позиции? Так, остается играть, ой, прошу прощения, так, остается играть, пожертвовали, HG7, CD4, GF6, напали, остается играть только DC7, разменялись, GF4. Ну и в этой позиции лучше всего наверное черным сыграть, ну то есть FG7 уже бесполезно из-за Fe5, затем белые пожертвуют шашку и прорвутся в дамки, то есть надо как-то нападать, белые жертвуют шашку и игра CB6. В этой позиции надо возвращать шашку и играть AB6. Ну и в этой позиции тоже белым надо играть аккуратно для достижения выигрыша, чуть ли не единственными ходами достигается выигрыш, но тем не менее он есть. Белые тут же атакуют фланг, то есть пытаются быстрее пройти в дамки, надо жертвовать, черные также идут в дамки и обратите внимание, что белые тут же уводят шашку, которая ближе всего к дамкам и освобождают путь вот для этой шашки, чтобы пройти в дамки. То есть если черные идут в дамки, белые тут же ведут эту шашку в дамки, потому что если они не успеют провести эту шашку в дамки до того, как черные поставят свою дамку, позиция станет ничейной. А здесь уже ход FE7 невозможен из-за нападения простого и позиция выигранная. Поэтому черным наставить дамку и белые проводят все три шашки в дамке и выигрывают. Это окончание ничейной. Выигранное. Вот таким образом белые могли даже победить во второй партии. я конечно этих вариантов всех не знал. я думаю что Евгений тоже сейчас многие любители шашечной игры и профессионалы будут знать эти варианты довольно таки красивые. Как еще могли сыграть черные? так вот такая позиция так g5 cd6 то есть в этой позиции после dc3 все-таки была возможно да прошу прощения возможно ничья за черных то есть надо было играть не fg7 и после hg3 ничей нет надо все-таки было играть fe5 побили 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 на c5 белая играет hg3 ну сюда бить бесполезно потому что белые отыграют шашку и поставят рожон поэтому надо бить на f6 позиция кажется за черных проигранной но на самом деле это не так так черная играет fe7 после удара fe5 ну и можно в эту сторону побить белые побьют сюда это ничейная позиция поэтому это ничего не дает белым белые выжидают cb2 сейчас если играть ab6 то белым лучше всего проводить вот этот ударчик и все-таки выигрывать шашку с лишней шашкой пытаться выиграть но там тоже ничейная позиция есть поэтому черным лучше сыграть ed6 b3 ab6 ну и в этом продолжении у черных тоже есть ничья допустим cd4 разменялись назад ну и сильнейшее продолжение здесь за белых я считаю ab4 cb6 напали отошли и размен бить надо именно в эту сторону остальное проигрывает ну шашку белых нельзя пускать в дамки поэтому сюда играют белые связывают фланг hg7 ef2 вроде бы кажется что у черных проиграно но на самом деле ничья находится пожертвовали шашку и в этой позиции шашка у белых лишняя но никаких дивидендов они не могут из этого извлечь партия заканчивается ничьей вот такие интересные варианты остались за кадром партии с евгением кондраченко давайте теперь все-таки рассмотрим основной вариант случившийся в партии так b3 a bc7 напал b3 разменялись gf6 cb4 cd6 в этой позиции я разменялся назад да надо было играть dc3 но этих вариантов я к сожалению не знал теперь буду знать евгений тут же отвечает a b6 то есть не дает развить инициативу на этом фланге белый играет f2 то есть я грожу отдать две шашки третью и прорваться в дамки естественно гроссмейстер это все видит играет fg5 вот в этой позиции как ни странно еще у белых была ничья то есть позиция подвержена окружению и все простые ходы ведут к поражению я сыграл тут fe5 ну и после b5 оказалось что ходить просто некуда обратите внимание то есть сюда не пойдешь ударчик идет на любой ход сюда тоже шашка выигрывается поэтому я сыграл ef6 евгений сыграл gf4 ну и я после проигрыша шашки здесь еще немного посопротивлялся но позиция проигранная евгений разменялся надо играть cd4 вроде бы рожон у белых но на самом деле никакого облегчения он не дает пошлил сюда 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 белые конечно пытаются сопротивляться но евгений тут быстро выигрывает он пошел а b2 ударчика по затылку видите нет из-за того что черные сыграют hg3 и выигрывают а b2 приходится идти в дамки белым черные ставят дамку dc5 ну и после такого хода я еще поставил дамку ну и конечно тут уже сдался позиция проигранная без шансов что называется тем не менее красоты тоже остались за кадром евгений кондольченко безусловно творческий шашист поэтому привожу оставшиеся за кадром так скажем партии варианты евгений мог провести комбинацию блеснуть что называется комбинации евгений комбинации любит поэтому привожу вариант так ab6 ef2 fg5 ну в этой позиции друзья конечно еще была ничья вот в этой позиции после хода d e5 очень точно надо играть белым я сейчас покажу еще тут варианты возникающие довольно таки красиво все я сыграл f5 b5 в этой позиции евгений мог провести комбинацию можете поставить видео на паузу попытаться найти ее fg7 играют черные белые бьют черные отдают вторую шашку третью и проводят удар это позиция выигранная ну на любой ход то есть шашкой черные обрежут белых от дамок поэтому надо идти в дамки черные жертвуют шашкой ну и в этой позиции конечно остается белым только сдаться специально евгения вариант привел он любит такие комбинационные решения ну я думаю все шашисты любят что называется блеснуть комбинацией комбинация это красиво комбинация это можно сказать душа шашек ну и последний вариант на сегодня приведу как я мог сделать ничью ну конечно я во время партии это не найти так аб6 е2 fg5 белым надо играть d5 ну и в этой позиции возможны тоже красивые варианты то есть черные играют b5 белые играют fg3 единственный ход черные нападают белые меняются назад черные играют аб4 белые играют d3 лучший ход в этой позиции то есть грозят прорваться в дамки черные играют dc7 ну и лучше всего белым в этой позиции играть hg3 hg7 так и так прошу прощения и в этой позиции лучше всего черным уже самим проводить комбинацию но на самом деле конечно она ведет лишь к ничьей hg5 и аб2 ну в этой позиции много есть разных ничьих но приведу форсированный вариант dc5 то есть у черных остается единственный ход сюда не пойдешь дамка ловится надо играть на e1 gf2 белые играют опять единственный ход на c3 белые играют gf4 ну и лучшее продолжение тут за черных cb2 в этой позиции белые единственными ходами уравнивают позицию fe5 пожертвовали шашку и пошли в дамки черная игра fe7 обратите внимание что дамку ставить нельзя то есть она тут же будет поймана поэтому в этой позиции то есть отошли fe7 белым надо играть cb6 побили сюда поставили дамку ушли ну и после fe3 позиция ничейная тут черным не выиграть друзья вот такие красивые варианты были продемонстрированы в матче с евгением кондраченко ну и кстати красивые варианты остались за кадром я попытался продемонстрировать вам все красоты шашечной игры всем спасибо за внимание подписывайтесь на канал ставьте лайки если вам понравился разбор матча с евгением кондраченко продолжу разбор оставшиеся две партии покажу там тоже были красоты до свидания до свидания до свидания до свидания Продолжение следует...